Все получилось. Сколько там пишет осталось минут? 11. 11 минут? У нас правда 11 минут всего? Да. Некоторые сейчас подумают, что я поиграл в эту игру. У груши камни в почках. Да подожди ты, господи, свои камни в почках. Какие почки? Это была груша. У груши камни в почках. Че это такое? Тихо, тихо. Это микрофон, подставка как раз. Нет, это, да? Все, 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 оставим. А там видно? Там не видно. Да, видно. Многие скажут, что мы поиграли, точнее я поиграл в батискаф. А я посмотрела. Да, игра как называется? Железная легка. Железная легка мы поиграли, потому что Титан утонул. Во-первых, как можно было батискаф назвать Титаном? Ну типа Титаник-Титан. Ну вот именно. Титан? Титаник плохо закончил. Зачем надо было называть почти так же? Если ты когда-нибудь захочешь создавать подлодку, никогда не используй приставку Тит. Потому что понятно, да, понятно, что с ней будет. Я абсолютно рад, что так все произошло в итоге. Что они умерли не из-за кислородного голодания, а скорее всего они моментально погибли все в этом Титане. Я играю в эту игру про подводную лодку, потому что сейчас типа хайпанем. Нет, просто потому что интересно стало. Самое офигенное это лор, конечно, в этой игре. Я вообще думал, что это какая-то игра про Титан. Нет, а ты думал, что быстро создали, да? Не-не, сейчас будет небольшой спойлер. Все звезды, все планеты, ну практически все везде уничтожено. Люди остались живых, только те, которые были в космосе. То есть миллиардер. Ну не, ну почему миллиардер? Космонавт, он же не миллиардер, он просто рабочий, он космонавт. Илон Маск, да. Ну а Илон Маск, он на Земле вообще-то, он что в космосе все время? Все остальные, естественно, погибают, потому что земля уничтожена. Как она уничтожена и почему, тоже неизвестно. Мы играем за зека. Да? Да, которого сажают в этот батискав. На какой-то из лун найдено кровавое море. Найдено кровавое море. И в общем нас погружают в это кровавое море. И мы должны фотографировать некие точки. И вот когда мы отфотографируем эти точки... Ну зачем, не отрывай эти штуки. Когда мы отфотографируем... Арсен, ну слушай. Когда мы отфотографируем эти точки, нас якобы выпустят. Нам иллюминатор даже завварили. То есть, чтобы мы не всплыли, не убежали оттуда. Несмотря на то, что игра делалась одним человеком, сюжет реально прикольный. Он очень интересный, он очень затягивает. И что самое интересное, геймплей. Там, по сути, нажимаешь раз, два, три, четыре. Четыре кнопки. Ну, еще якнетушитель придется там один раз взять. Кстати, там кислород заканчивается. Я сначала думаю, ну, блин, ну все, игра на время. Вообще очкошная игра. Я не люблю игры на время. Оказывается, там кислород заскриптован. То есть, ты можешь там целыми часами быть в одной точке, а кислород все равно не тратится. Он потратится в определенной точке, когда ты поплывешь. А, типа, ты будешь на предпоследней, у тебя будет уже одна, да? Да, да, да. Там всего одна концовка. И да, ты можешь погибнуть. В этом корабле есть что-то вроде парктроника. Мы, когда плаваем под водой, там есть стены. Вот, и если мы врезаемся в стену, то все, мы типа погибаем. Это вот единственное, что нас может уничтожить. И когда мы делаем фотографии. А, да, и пожар. Ну вот я не знаю, кстати, пожар нас может уничтожить или нет. В общем, геймплей очень простой, очень легкий. Но в то же время из-за того, что... Надо думать. Ну там, там практически, там не надо думать. Ты просто нажимаешь, типа, влево-вправо, вниз-вверх. Точнее, нет, там вниз-вверх нет. Я еще не понял, почему эта игра именно стала популярна. Из-за Титана? Эта игра стала популярна, да, из-за Титана. Она вышла аж в том году. Суперграфика она вообще не обладает. Но там есть история. И она написана, в принципе, неплохо. Но из-за того, что ее нет на русском языке... Титан потонул когда? Вот недавно, пару недель назад. А как они предсказали? Да не предсказали, просто игру выпустили, а потом Титан этот потонул и все. Для кого эта игра сделана? Есть вот, например, всякие разные фобии. Есть голубофобия, когда ты голубей боишься. Но она как-то там по-другому называется, ну ладно. А есть еще какая-то фобия, я не помню, как она называется, когда ты погружаешься под воду. Блин, нам позвонили, немножко помешали, но ничего страшного. Продолжаем. Обязательно это отметить. Игру можно пройти за два часа. Это прям вот если медленно проходить, как я проходил. Ее можно... А ты как прошел? Ну за два часа где-то. Ее можно, ну там может быть два-два с половиной. Ее, конечно, можно заспидранить. Ну типа заспидранить, если ты быстро. А там каждый раз одни и то же координаты? Там все одно и то же. Там все одно и то же. Причем там даже заскриптовано. Я плыву-плыву, мне остается фотографировать одну точку. И когда мне остается одну точку сфотографировать, у меня срабатывает парктроник. Парктроник там постоянно пищит, если рядом какое-нибудь перегораждение. Если ты в него врезаешься, то все, ты умираешь. У меня начинает срабатывать парктроник. Я понять не могу, потому что по геоданам я нахожусь там, где не должно быть скал. Сейчас, подожди, потом. Где не должно быть скал. И... Я такой, блин, да в чем дело? Почему я дальше пройти не могу? Оказывается, надо было подойти к фотоаппарату. Там есть кнопка большая этого фотоаппарата. Нажимаешь на фотоаппарат. И там огромный глаз монстра. Но перед тем, как мы увидим, сфотографируем последнюю точку, мы видим этот глаз монстра. И что самое прикольное, когда мы фотографируем последнюю точку, нас жирает этот монстр, да. И я такой думаю, блин, ну как-то прям совсем стрёмно, как-то неинтересно. Ну просто нас сжирают и все. Одна концовка. Но чем полезны такие игры? Нас когда отпустили, нам сделали, ну что-то вроде бы предложение. То есть если мы выживем и сфотографируем вот эти вот 10 точек. Кстати, ты не спросил, зачем мы фотографируем эти точки? Что это за точки? Знаешь, что это за точки? Нет. Короче, из-за того, что... Муравей. Из-за того, что мы в открытом космосе и полезные ископаемые, и еда уже кончаются, люди, которые надирают над этими тюремщиками, ну типа над нами, короче, да, они нам сделали предложение. Вы делаете фотографии, возможно, там будут полезные ископаемые. Если вы делаете эти 10 фотографий, мы вас выпускаем из тюрьмы. И одно из писем, которые мы находим, а находим мы письмо как раз одного тюремщика, точно такого же. Да, и он просто там погибает, наверное, его оттуда вытаскивают, и все. То есть получается, он в итоге умер. И он описывает, что лучше умереть, чем такая жизнь, потому что там жизнь уже не жизнь. Нет никаких планет, все, больше ничего нет. Ты просто тупо летаешь на космическом корабле, и к тебе относятся как к скоту, потому что все, человечество вымерло, вся цивилизация мертва. Когда ты вот это вот узнаешь, в этом есть прикол, что, блин, даже как-то и не жалко этого чувака становится. Самое обидное, что нам не рассказали, почему он в тюрьме сидел. Выжили люди, те, которые только в открытом космосе, и почему-то в открытом космосе были тюремщики. Там была что, тюрьма, что ли? Вопросы как бы к игре есть. Самое кайфовое, опять же, что ее сделал один человек. Графикой там крутой, даже рядом не пахнет. Это как геометрия дэш. Ну вот что, да, да, это прикольно. График там хороший в той игре? Ну, квадрат. Ну и кайф. А Майнкрафт? То же самое. Графика, на самом деле, она там очкошная была, особенно в самом начале. Но игра-то стала популярной. Купили Майкрософт. Ну, купили Майкрософт, и что там теперь стало? Какое-то хлебобулочное издание номер 5. Хлебозавод номер 5. Да, ну не знаю. Мне кажется, старый Майнкрафт тоже был классный. В общем, что мы извлекаем? Две положительные стороны и две отрицательные. Отрицательные стороны. Геймплей не так важен. Игровой. И графон тоже не так важен. Важны, как оказалось, сюжет и повествование самой истории. Даже если мы будем знать концовку, что нас сожрут, все равно интересно. Во-первых, каждая фотография, она уникальна. То есть мы там фотографируем, мы ищем полезные ископаем, но находим мы только кости. Во-вторых, там происходит пожар. Это тоже интересно. Это тоже рассказ. Понимаешь? То есть мы, что мы можем? Концовку узнать? Да, у нас сожрала рыба. О, все. Да, и все. А то, что мы должны сделать 10 разных фотографий, и там они реально разные. А то, что нам заварили этот люк, чтобы мы типа не смотрели, что там под водой, и мы можем убежать оттуда. А то, что нам встречается огромный глаз. То есть там глаз был, я не знаю, на всю фотокамеру. Ну вот, и плюс еще там происходит пожар, я уже сказал, и еще в подлодке нашей произошло пробоина там какая-то появилась, я не знаю, откуда она появилась, и все начало заливаться кровью. Потому что в Луне, кстати, я про море не говорил, там кровь. Если вот эти тюремщики, которые за ним сидят, сами создали эту рыбу, чтобы после того, как он сфотографировал все эти штуки, его жрали. А, типа ты имеешь в виду главные? Ну а смысл? Смысл тогда им создавать, чтобы я уже... Не-не-не-не. Там на самом деле это просто какое-то кровавое море, там может быть какие-то огромные монстры жили, и они тоже начали потихонечку вымирать, и вот одна рыбина осталась пока что еще жива. И тоже ей надо что-то жрать, потому что кроме этой одной рыбины мы там больше ничего не находили. Там были в основном скелеты, мы фотографировали. Получается, получается, игра нам рассказывает о том, что человечество, не только человечество погибло, но и вообще вся вселенная. И вот в этом, конечно, весь прикол. Когда ты проходишь эту игру, после вкуса остается настолько, что тебе интересно размышлять потом про эту игру. И вот это дорогого стоит на самом деле. А игра, кстати, очень недорого, стоит всего 300 рублей. Но из-за того, что нам нельзя сейчас покупать в России игры, мне пришлось ее скачать. Это даже хорошо, потому что я сэкономил 300-очки. На мою игру? Нет, на Макдональдс. Точнее, на вкусные точки. Там, кстати, тоже неплохо кормят. Всем огромное спасибо за просмотр. До свидос. Да и нормально. Что, что ли, ненормальное? Я не понял. Она сейчас забанит. Аааа. Хе-хе. Хе-хе. Хе-хе.